привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет выпуск достаточно веселый посвященный еде как я вам уже говорил я стою сейчас на юге гренады возле хог айленда и это место в принципе совершенно не развито если мы смотрим на вообще инфраструктуру которая здесь находится поэтому очень важный вопрос что же собственно есть супермаркетов здесь нет есть небольшие такие магазинчики локальные такие такие ну короче и про них я вам тоже буду рассказывать но давайте посмотрим на рестораны и чем нас будут кормить есть тут один магазинчик ресторанчик такой жутенький но в обед они готовят такие типа аля ланчи давайте посмотрим что у них есть как это выглядит и вечером может быть еще зайдем в какое-то одно место и посмотрим но пока обеденное время обеденная еда обеденная короче погнали вуаля прибыли ищем еду так вот тут есть два ресторана один наверху вот вы видите наверху хороший снизу просто кусок говна вот там вот я не знаю как они это делают у них никогда никого нету вообще и на курина так что просто стоит или на это при том что никто нигде не курит так мы сейчас выходим с вами на основную дорогу и еще раз и 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 короче вот такое вот это место они прямо готовят свеженькая сейчас посмотрим сколько ну вот допустим кока-кола которая 591 грамм то есть потому что она идет функция стоит 5 и си это чуть меньше чем 2 доллара 1 и 8 американских сколько стоит еда я сейчас она мне скажет я не помню короче вот такую штуку мне принесли проезжает реклама карнавала который будет с 10 числа здесь на гренаде короче вот этот роти как они сказали бон ласт чекен то есть это внутри филешечка поэтому сейчас посмотрим что там внутри и не врут ли они может там целая курица с перьями ой и сам макин видео of a friends так это получается такая типа как масала внутри а есть масло так а вот эта штука это просто ядреный такой соус просто мрак ну все теперь это смерть а ну пробуем я не очень люблю карри но для разнообразия нормально вкусно-вкусно огонь и дреный просто блины с картошкой ко мне дружбан пришел дружбан привет такой вот у нас дружбан здесь и так стоимость еды получилось двенадцать и си а двенадцать и си это у нас 4 доллара вот короче за 4 доллара вот такая вот еда вот монетки eastern caribbean с королевой такс вот этот ресторанчик который я хотел вам показать называется литл диппер ничего особенного внешне но давайте зайдем внутрь и вам покажу какой прекрасный вид оттуда короче вот такой вот вид открывается на всю бухту очень классно мне очень нравится ну и сам ресторанчик здесь у бывает иногда музыка и столики но здесь в этом ресторане главное это вид и сегодня нас будут кормить этими ламби или они их называют называется еще конч это я сейчас все покажу когда мне принесут так вот садишься себе и сейчас будет еда с шикарным видом вот это один из моих любимых ресторанов я прихожу ужинать но сегодня решил прийти здесь пообедать не перебивайте так вот принесли мне уже здесь все приборы смотрите какая салфеточка красивая ядерный соус здесь все с такими соусами но здесь все традиционно это не пармезан на черный перец а сейчас принесут ламби или как его здесь называют конч или ламби везде по-разному это такая ракушка большая которая море слушать такая вот собственно сама еда которую это вот ракушка так это бобы рис и салат вот такая вот не довязчивая еда тут 25 и си и 5 и си кока-кола 25 и си это где-то 9 американских долларов ну короче где-то на 11 американских долларов так вот этот магазинчик который мы сейчас зайдем чтобы купить продуктов это просто обычный продуктовый магазинчик вот такой вот небольшой и вот сюда идем за едой так что тут есть печеньки сгущенка это молоко которое такое консервированное так консервы всякие рыбные и мясные майонез кетчуп и вот собственно все ну соль сахар бобы печеньки картошка ну и всякая там бытовая химия вот вот собственно и все это все что можно купить в магазине короче здесь едой вообще все очень непросто то есть я вам показал вот несколько ресторанов которых можно поесть это скажем вот в этом ресторане в котором я сейчас нахожусь допустим вот эти роти которые я вам показывал и готовят только во вторник и в четверг а если хочется и в другой день их не готовят но вот эти ланчи которые я заказывал я их заказ и они есть каждый день то есть есть рыба есть говядина есть курица я заказывал раньше куриный сейчас я закажу себе говяжий посмотрим что они приготовят вот а в других местах но можно найти вот там где делают пару саря там есть ресторан еще fish and chips fish and chips стоит 30 си то есть это чуть чуть больше чем 10 американских долларов а в воскресенье здесь не работает вообще ничего то есть я воскресенье реально остался без еды потому что на выходных до выходных был занят делами а на выходные короче в магазины не работают и я решил я решил думаю там что найду еду короче оказывается не нашел поэтому воскресенье остался голодный вот вообще тупо еду купить здесь нигде нельзя магазины не работают кафе не работают то есть просто фаталити какой-то и так что у нас принесли с едой острый соус то я показывал так рис картошка это какой-то овощ мясо и салат такая вот еда здесь принципе каждый день вот есть вот такие вот магазинчики вот это кстати тоже ресторан в котором всякие наливайки пиво продают такое оно все вот это вот зелененький тоже красивый такая пивная бочка нам иногда готовят кстати ланчи на видел что что-то едят в коробках но я не знаю что такое там никогда не был никогда не видел надо будет как-то сходить вот этот ланч который был у меня сегодня стоит 20 и 7 то есть 27 миссии это 10 американских долларов то есть нам учат 767 но по местным меркам это считается вообще не дешево то есть вот такие роти стоят 12 а это стоит 20 такие вот тут цены еще одно место где в теории можно покушать вот увидите стоят там лодки там есть вообще ресторан но чтобы и в нем готовят даже по каким-то дням пиццу но чтобы туда попасть нужно их там то ли по радио то ли сюда подъехать с самого утра и сегодня вечером приехать и приготовить и приходишь у них обычно ничего нет у них там есть вроде еще какой-то небольшой мясной магазин но он там короче все здесь очень мутно и непонятно короче друзья вот такая вот история здесь с питанием и это реально большая проблема то есть нужно запасаться заранее нужно ездить в сан джордж то есть непосредственно в город для того чтобы закупать еду в супермаркете дорога занимает где-то полчаса в одну сторону полчаса в другую но это единственный возможный нормальный вариант если вы хотите питаться хоть как-то это реализовывать потому что надеяться на местные рестораны бары и магазины я вам показал как это все выглядит если скажем с качеством еды еще можно идти на компромиссы и нормально этим питаться то если она не работает тут ничего не работает короче делаем выводы вот друзья выпуск посвященный поиску еды на юге гренады в окрестностях хок айленда подошел к концу не забывайте подписываться проверьте колокольчик проверьте лайк написать коммент и все 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 что нужно для развития канала и до встречи в следующем выпуске пока